Здравствуйте! Как я говорил раньше, в программах телемемуары я буду знакомить вас с многими людьми, которые оставили свой небольшой след жизни нашего города и района. Сегодня я хочу вас познакомить еще с одним человеком, это Нина Васильевна Пушкина. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Душа пора тобой надеждой встретиться, когда умиру я тебя опять. Мне очень хочется с тобою встретиться, слова заветные сказать. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать снова в нашей передаче «Разговор за чашкой чая». Сегодня мы с вами приглашены в гости в село Вознесенку к прекрасной женщине Нине Васильевне Пушкиной. Нина Васильевна в совсем недавнем прошлом преподаватель русского языка. И что самое удивительное, что Нина Васильевна пишет свои стихи. Ну расскажите нам, пожалуйста, какое было первое ваше стихотворение и что вас на это вдохновило? Ну я помню, что когда я приехала сюда, я здесь увидела очень хорошего человека. Григория Моисеевича Зубенко. Это ветеран Великой Отечественной войны. И очень хороший человек. Мне пришлось обращаться к нему не один раз за разными хозяйственными нуждами. И он всегда помогал. Но дело не только в этом. Дело в том, что он любил людей многих. Независимо от чина, от положения, от материального их состояния, независимо от должности, он был и есть человек очень добросердечный. И я помню, когда я его видела среди ветеранов Великой Отечественной войны на мемориале, то он всегда плакал. И мне кажется, что в год 50-летия Победы слова о нем должны прозвучать. Вас когда-то искали среди многих других, земляки подсказали наикраще изо всех. Средь забот и печалей на дорогах крутых людям вы помогали наикраще изо всех. И на праздники светлым в орденах боевых у родных обелисков наикраще изо всех. Потом я встретилась с людьми, с очень хорошими соседями. У меня замечательные соседи. За 25 лет жизни я с ними никогда не ссорилась. У меня не было никогда никаких конфликтов. И у меня есть стихи, посвященные и им. И Захаровым, моим соседям. И с другой стороны соседям. Я встретилась с людьми в Вознесенской средней школе, о которых просто нельзя ни писать, ни говорить. Это одаренные, талантливые, очень изобретательные люди, которые любят свое дело, любят учеников, заботятся о них. И вот жизнь в этом учительском коллективе заставила меня писать для них. Мы с ними были всегда и в трудностях вместе, и в радостях. По всей видимости, эти люди сейчас среди нас. Или, может быть, вы представите их? Вот здесь есть Екатерина Федоровна Морозова, наш библиотекарь, активный и хороший человек. Здесь Валентина Николаевна Рослякова, учительница музыки. У нее нестандартные, изумительные уроки. Она любит свое дело и беззаветно любит детей. Вот я писала о ней. Любовь Романовна Куница, учительница географии. Сейчас она не работает. Ее очень любили ученики и любят, продолжают любить. Я помню, что моя дочь старшая так любила географию. Наверное, готовилась к ней больше, чем к другим урокам. И даже потребовала у меня тогда, мама, напиши мне стихи, как будто бы это написала я. И вот я ей написала. Вот я думаю, что Любовь Романовна какие-то из посвящений выберет для того, чтобы показать, что я просто недаром трудилась для своих людей. Я 20 лет работала с Ниной Васильевной. Это самый прекрасный человек в нашем коллективе. У меня было много праздников. И ко всем праздникам и юбилеям она писала стихи. Я тревог прочту. Будь всегда ты красивая, как на свадьбе у сына. Будь нежна и здорова. Не лихой будь сикрою. Терпеливой будь сваха. Терпеливой будь мать. Приготовься, родная, ищу свадьбу гулять. Не печалься, не надо. Целяри, ты держи. Будут внуки награды. Продолжается жизнь. Ко всем праздникам она писала мне стихи. Большое тебе спасибо, Елена Васильевна. Вот у нас есть Валентина Петровна Сучкова. Она работала у нас учительницей французского языка. Это человек, который к любому ученику подберет ключик. Мне кажется, что для нее не было трудных детей в школе. Она о них так много заботилась. Она всегда к ним и пешком ходила, и возили ее дочери на машине, когда уже машины появились. Но она делала так, что люди, трудные ученики, обретали все-таки неплохую судьбу. Это человек, который в любое время, к любому человеку из коллектива идет на помощь, заботится. Будь то похороны, будь то свадьба. Мы без нее не обходимся. И если очень трудно нам бывает, она разговорит, развеселит, убедит, остановит от плохого и подвигнет обязательно на хорошее. Ну, может быть, Валентина Петровна скажет что-то. Ну, точно, как Льва Романовна сказала, ко всем событиям и новостям я написала стихи. Очень много. И часто, когда мне больно и трудно на душе, я беру эти стихи на ночь. Вместо молитв я читаю. Последнее, которое, когда я уходила на пенсию, она мне написала. Любого настроишь, душа и подруга, нет сил расставаться с тобой. Лишь только бы тройка не сбилась из круга, не стих бубенец под дугой. Семье ты опорой ведешь как попругой, и быть ты не можешь другой. Лишь только бы тройка не сбилась без круга, не стих бубенец под дугой. Находишь с умом завершивные звуки и детской владеешь душой. Лишь только бы дети не сбились без круга и шли бы людьми в мир большой. Мы пели с тобой задушевные песни Хромая и Диана Второй Считая ступенек Крутеющих лестниц Не смог бубенец под дугой Взрастает девчата Рождаются внуки Но ты не стареешь душой Нам надо встречаться Не надо разлуки Не смог бубенец под дугой Я рада, что мы встретились сегодня Спасибо и вам за хорошие слова Анна Калистратовна Дубина Это человек Который работал В колхозе Имени Кирова Мать двоих детей Очень хороших сыновей Всегда была членом родительского комитета Нашей школы Всегда нам помогала И очень хорошо понимала Насколько тяжел учительский труд Нелегко сложилась ее жизнь Но она Оптимист Несмотря на трудности Несмотря на то, что есть у нее уже внуки Она продолжает петь Она в ансамбле Который называется Калинонька И мы с большой радостью Встречаемся и с ней Вот рядом с вами Это ваши внуки, наверное, эти дети Да, вот это мои внучата Вы, наверное, тоже написали стихи Да, но у нас такие больше стихи Которые только для домашнего чтения годятся Или для домашнего пения Мы обычно на ночь с ними укладываемся И перепеваем старые песни Мы поем с ними Разные разности И хлеб всему голова И стоит над горой у Алеши И на муромской дорожке И уральские припевки Ой, на гулянье выходим мы вечером Белый туманчик укроет нам плечики А дальше у нас вариации На темы этих частушек Посвященные каждому из моих внучат А у меня их четверо Это Мишка, а это Юля Двоих со мной нет Я очень о них скучаю Они в Северной Швейцарии В Вологде В очень красивых местах Но очень далеко от меня, к сожалению Маленькое село Называется Филиппова Кругом леса, луга, реки Ручьи чистейшие Пихтарник растет рядом красивый Деревянный новый домик Стоит под липами и под березами И вот на высоком таком месте Где недалеко река Кипшеньга Живут мои внуки любимые И вот я им пишу Насте и Алёше А знали бы, как вам Вас нам не хватает И как душой о вас болим Как в мыслях к вам на крыльях прилетаем Как днём и ночью с вами говорим Как вы доехали Что пьёте, что едите Тепло или холодно И как вы спите Как в школу ходит Настенька одна А там ведь и медведи, и волки И носом к носу люди сталкиваются с ними Здорово ли Катюша или больно Тепла ли Вологодская весна Любимая народом время года Когда вся просыпается природа Когда ручьи весенние шумят И птицы караванами летят И на деревьях набухают почки И просыпаются их клейкие листочки Когда не спала полая вода И радуется выгону стада К концу зимы обрадованы люди Уже тепло, опять мы жилы будем Опять пришла пора садить картошку И не загонишь с улицы Алёшку У нас сегодня все уж побывали И плача ваше все письмо читали Мечтаю накопить я миллион И вам скорее купить просторный дом И не одну поставить в нём кровать Чтоб было в нём что есть И было бы где спать Инна Васильевна, ну судя по вашему говору Слышно, что вы всё-таки не на Украине родили Да, я родилась в Средней России В Саратовской области Мне... Украину я люблю, но России снится Я уже 25 лет на Украине Я с Украиной познакомилась по стихам и поэмам Тараса Шевченко Мне всё это снилось, вся эта красота Я очень любила песни украинские Оксану Петрененко очень любила Старалась подражать им Потом, когда я ещё в средней школе училась У меня оказались рядом со мной украинки очень музыкальные И они меня научили и песню Наталки Полтавки И спать мне не хочется И веют витры И много других песен я тогда узнала Ещё в 1948 году, когда мой репрессированный дядя вернулся живым и невредимым с Колымы Он познакомил нас Там ведь люди разных национальностей были Там были и молдаване, и украинцы, и кавказцы И вот он тогда песни привёз Пусти я ловерочкой Стоить гора высокая И о сагайдачном Вот А вы сами не пробовали писать стихи на украинском языке? Ну, чисто на украинском языке У меня, пожалуй, одно стихотворение получилось Это боль души моей Оно для домашнего пользования только Я думаю, что оно для широкой аудитории не очень годится Но я очень часто вплетаю украинскую речь в русские стихи Вот есть у меня стихи, которые написаны об участниках художественной самодеятельности Вот там как раз много украинских строчек Если хотите, я прочитаю Вот эти стихи посвящены участникам художественной самодеятельности Раисе Николаевне Мирошниченко Её нет среди нас Но я думаю, что они относятся ко всем тем Кто предан музыке И не жалеть для неё времени Так быстро время пролетело Такая непростая жизнь Но вас всегда сопровождали порядочность и оптимизм И как бы трудно ни бывало Хотя и плакала душа Ты песен, друг, не забывала Хотя молва нас осуждала Мы пели злоба не страшась Замужним, вдовом, одиноким Не очень нам везло, друзья Нас ревновали там жестоко, где сорок девок, один я Мы забывали про себя, людей, детей, внучат любя Но хоть пути и нелегки, чисты-чисты воротники Вспомним самым добрым словом Логвинова и Соскову Фидорец и Копоренко Адамец, Мирошниченко Вспомним Федосеевну Елену Алексеевну Под луной золотой Вспомним всех до одной Ах, ненаглядные певицы Как вас, красавица, не хвалить Вы мне ночами часто снитесь Без вас мне хуже было б жить Я не почула бы, боюсь Чись билий гривый кинь стоить Как выглядал козак Марусю Как сердце млее и болит Я не спевала бы за клуней Уси украинские песни За нохиною бабой Дуней У темной ночи, начи в сне Я не построила бы хату Я жизнь во сне прожила Не вмела бы дочку питати А ты ж ты уточка была Я бредила чаривной мовой Мне наснелись о песни Як месяц плыв на ночи човы Лелека плакал в осени Мой репрессированный дядька Привез мне песни с Колымы О Дорошенко с Огайдачном Горе высокой До човны привязаны там Узберижи Я друзей вас люблю безмешно Я помню вас, молюсь за вас Пусть вас продлится Звездный час Вот здесь Соскова Лида Ивина Лида Майя Фидорец С ней мы, наверное, 20 лет знакомы Я люблю эти песни Они безыскусные Они далеки от классики Но они душу лечат людям Их песни Майя Фидорец Майя Фидорец А он меня все не пускал Ой, милый мой, а я твоя Пусть и мне з'яжла золя Проснется Мартинка моя Будет питать, где была я Проснется Мартинка моя Будет питать, где была я Майя Фидорец А ты ей дай таки отминь Майя Фидорец Майя Фидорец Майя Фидорец Весна лиде красу не сэм, Аки в России родием сэм. Вот вы не представили вот эту женщину, которая сидит. Вот здесь моя близкая родственница сидит. Я ее считаю своей сестрой, потому что во все времена и годы она заботится и о нас, и обо мне, и о моих детях. Что интересно, что характерно для нее. Она будет заботиться не только родных, она будет и о чужих заботиться. И хлопотать, и делать что-то, и спасать, и помогать, и наставлять на путь истинный. И вот я ей посвящала не одно стихотворение, и в юбилей, и в обычные дни рождения. И мы ее так ласково называем Мать Януария, Маша. Она все поставит на свои места, она все сделает так, как надо. А только ли вас вдохновляют писать стихи, какие-то хорошие события, праздники, юбилеи? Или, может быть, какие-то печальные события? Печальные события, их много в нашей жизни. И очень часто не спится ночами от того, что войны идут. Был такой момент, что я, когда началась война в Грузии, и грузины стреляли друг в друга, я написала стихи и заглавила их кровавой гамсохурдии. Я пыталась их передать в Грузию по телеграфу. Но когда телеграфистка согласилась на это, но когда она услышала, что это политика, она сказала, нам запрещено такое принимать. Это вмешательство во внутренние дела другого государства. И вот эта вот моя попытка становить в Грузии войну не увенчалась успехом. Тревожит и Карабах, тревожила и Фергана. И, конечно, и Приднестровье. Ну вот о Приднестровье я, например, писала, чтобы в память привести людей, нам нужно много лебедей. Генерал Лебедь, я считаю, это образец человека, который должен держать порядок во уверенной ему местности. Вот такие нам люди нужны, которые дело делают конкретно. Не разговоры ведут через 4 года после начала войны, а сразу останавливают кровопролитие. Все ставят на свои места силой своего характера. Наверное, надо людей таких находить. Вот. И, конечно, тревожит вот эта вот наша жизнь теперешняя, очень несовершенная. Люди работают и очень мало получают. Вот это вот наше метание с колясками, наша езда в поездах, где нас оскорбляют. И мы друг друга, когда заботимся о себе каждый больше, чем о другом, и проводники, и таможенники, и пограничники, ведь просто над народом измываются. Вот. И, конечно, на грусть вот наводят эти все события. Мы все в палате номер 6. Почти что нас угробили. И если нас тоска не съест, то нас съедят в Чернобыле. Забыли стыд, забыли честь. И долго так протянем ли. Пора бы в контакт завесть нам с инопланетянами. Они хотят нас изучить, просив согласия нашего. А вот и здешних, и земных. У нас никто не спрашивал, минуют ли кого дожди со стронцием и цезием. Сумеют внуки ли дожить, как мы, дожить до пенсии. Иногда кажется, что наши политики и все власть придержащие живут на другой планете. Они не думают о том, что на этой же земле не только они живут, но живут их дети, их племянники, внуки. На ней будут жить их потомки. Почему же эта земля превращается в свалку? Почему она превращается вот в такое беспредельное царство, когда страшно людям ходить на улицу? Когда людям невозможно жить? Когда трагедия за трагедией на нас обрушивается? Ну, надо же, наверное, думать, за что ты берешься. Ну, не умеешь, не берись. Руководить тогда. Вы все-таки воспитали четверых детей. Вот сейчас у вас подрастают внуки. Вы живете в сельской местности, где, конечно, большое хозяйство и много времени уходит на работу. Вот когда вы находите время в сайте? Ночью. Ночью. Когда все затихают, когда все умолкнут, когда все дела переделаны. Вот. Когда тишина. Я включаю свет, нахожу укромный уголок и пишу. И если радуют они кого-то, если нужны они кому-то, иногда и печаль бывает. Печаль моя светла, и печаль бывает человеку нужна. Вот я прочитала вчера стихи по телефону одной присутствующей здесь героини. Она была очень растрогана, тронута. Так что слезы нас тоже осветляют. Надо иногда и выплакаться от такой жизни. Анастасия Васильевна, а если бы у вас была такая возможность, если бы кто-то исполнил три ваших желания, что бы вы пожелали? Нигде не воевали, чтобы никто. Ни в Боснии, ни в Герцеговине, ни в Грузии, ни в Чечне. чтобы по-прежнему люди с доброй душой относились друг к другу. Это все сюда же. Это первое желание. Не воевать, с доброй душой относиться друг к другу, не носить за пазухой камни. Это первое желание. Второе желание во всех странах бывшего союза на место руководителей поставить здравых людей, которые не грабили бы народ. Потому что народ работает по-прежнему и не хуже. нас разули, раздели, растащили. Второе желание. Нормальных людей поставить во главе государства, которые бы организовали нас на хорошую работу, на хорошее дело, которые бы понимали, как вести хозяйство, а потом уже политику. Ну и третье желание. Я ведь выросла в стране большевистской. Я верила в те времена, когда земля для счастья станет тесной. И вот, чтобы люди на земле и на моей, и мои близкие, и неблизкие были здоровы, живы и счастливы. Вот и желания. Совсем маленькие. Спасибо вам большое за такую интересную беседу. Я хочу сказать спасибо всем присутствующим. И, наверное, мы сейчас послушаем вашу кольклорную группу «Лансабли». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я тебя выстрадал, песня моя лебединая. Я тебя выдумал, я тебя выстрадал, песня моя лебединая. Мы искренне надеемся, что это не последняя наша встреча с жителями села Вознесенка, потому что здесь, как и во многих других городах и селах, немало своих местных талантов, которые заслуживают особого внимания. И в заключение мне хотелось бы поблагодарить за содействие в создании программы Ольгу Тимофеевну Горобаджиу и Екатерину Федоровну Морозову. Программа подготовлена Александром Колчинским и Светланой Чеботарь. На сегодня программа закончена. Всего вам доброго. До свидания.